Факты в лицах на Тагил ТВ. Сегодня о завершении учебного года, но и о том, как стартовала оздоровительная летняя кампания. Поговорим с начальником управления образования нашего города Татьяной Угенцевой. Добрый день. Добрый день. Татьяна Аркадьевна, у меня вот по отношению к событиям прошедшего года, но это как раз промежуток такой, который совпадает с учебным годом, с осени прошлого года, но и по весну. Такое отношение, сравнительный оборот, то яма, то канава. А какой вот у вас эпитет, не знаю, может быть более позитивный к этому периоду, каким был год для тагильского образования? Ну, я считаю, что любой кризис это возможность для развития. Вот, наверное, этот год был возможностью для развития наших образовательных учреждений, педагогов, потому что жизнь поставила перед нами такие задачи, которые мы не умели решать. И нам пришлось в короткий период времени перестроить систему образования, освоить новые технологии, обновить наше оборудование и начать учить детей по-новому. С тем, что в этих сложных задачах нужно было обеспечить и безопасность детей, защитить их здоровье, научить их безопасным правилам поведения. Это тоже большая воспитательная задача, которая перед нами стояла. Поэтому я считаю, это время перемен, хороших перемен, позитивных перемен и, безусловно, развития системы образования. Ну, были, конечно, удаленные образования и болезни, и заболеваемость была высокой периодами. Но, тем не менее, участвовали, наверное, в каких-то конкурсах, может быть, и педагоги, ваши ученики, и что-то можете рассказать? Какие вершины были взяты? Да. Вы знаете, этот период, я уже сказала, что мы все думали, поначалу действительно растерялись, а потом перестроилась и вся система образования, в том числе Российской Федерации. Появилось очень много дистанционных конкурсов, появились новые форматы проведения мероприятий конкурсных. И наши педагоги в этом году, надо сказать, что участвовали во всех профессиональных конкурсах, такого раньше не было. Дети участвовали в Олимпиаде Всероссийской. Это действительно какой-то был подъем, потому что если раньше у нас порядка 20 школ принимали участие во Всероссийской Олимпиаде школьников, то и занимались этим вопросом, так скажем, углубленно, то сейчас в каждой школе ребята обязательно участвуют в муниципальном этапе Олимпиады. Это очень большое достижение нашей системы. А если говорить о результатах вообще в целом нашего города, мы в этом году в пять раз превысили результат 2018 года по победителям и призерам Всероссийской Олимпиады школьников. В пять раз. У нас 172 победителя и призера Олимпиады областного уровня. Это очень большое достижение для нашей системы. И Олимпиады, надо сказать, не были легкими. Они, наоборот, были такими достаточно практикоориентированными, достаточно сложными. Но в этих условиях мы увидели, что наши ребята, наши учителя могут добиваться высоких результатов. В этом году впервые у нас 21 ребенок по результатам конкурсных мероприятий получил премию губернатора Свердловской области. Всегда эта цифра была 6-7 учеников, а в этом году 21. То есть это все говорит на самом деле о том качестве образования, которое, несмотря на все трудности, обеспечивало наше тагильское учительство. Но и сами, конечно, не остались в стороне. Шесть победителей региональных этапов различных конкурсов. Здесь и учитель года, воспитатель года, сердце отдают детям для дополнительного образования. Лидеры в образовании, директор школы, шесть педагогов наших получили премию губернатора Свердловской области. Учебный год завершен, сразу же праздник, День защиты детей, надо полагать, в этом году, как говорят, оторвались по полной. Два года не было столь значимых больших массовых мероприятий, как провели. Какие мероприятия где были организованы? Действительно, в этом году были сняты ограничительные мероприятия, частично. Поэтому нам разрешили наши праздники проводить в очном формате. Мы действительно по этому формату очень соскучились. Поэтому новые формы наработали, сидя два года в условиях дистанционных образовательных технологий. И большое мероприятие состоялось, например, в ДК имени Окунева. Это у нас объединение детских садов детства. Все таланты в детстве. 500 семей вместе с детьми дошколятами участвовали в этом празднике, который прошел 1 июня. Радость, Мадоу Радость у нас тоже в ДК школьников. В нашем сквере Комсомольском провела ярмарка в Нижнем Тагиле вместе с Радостью. Это такой был образовательный проект, посвященный 300-летию города. Они сделали стилизованные купеческие лавки с комарохов. Были настоящие гуляния в стиле Нижнего Тагила, посвященные именно Дню защиты детей. На Лагуне-2, это точка притяжения всех наших ребят, педагогов, городской дворец детского и юношеского творчества провел огромный праздник для детей и семей наших работников системы образования. Вместе с нашим профсоюзом порядка 200 детей приняли участие в праздничных мероприятиях. Это и конкурсные мероприятия, и квест-игра, и даже сладкие подарки подарил наш профсоюз ребятам. То есть состоялся тоже очень хороший большой праздник. Ну и, конечно, прием главы города, который состоялся тоже 1 июня. 60 лучших детей, которые достигли наибольших достижений в учебе, спорте, занятии творчеством, в общественной деятельности проявили себя, были участниками приема. А 10 лучших получили стипендии главы города. То есть 31 раз этот прием главы города у нас состоялся. И в этом году это был очный режим, и участвовали и семьи, и группы поддержки. То есть это тоже был очень большой праздник для всех наших тагильских ребят. Сумма стипендий не разглашается? Стипендия по традиции выплачивается 3000 рублей, это на руки ребенку. Но уже сидели, обсуждали с Владиславом Юрьевичем. Если будет возможность, мы, конечно, уже размер этой стипендии постараемся повысить в 2023 году. Ну, праздники проходят за один день довольно быстро. А спереди, можно сказать, все-таки все лето. Как организован отдых для тагильских детей? 1 июня стартовала работа в лагере с дневным пребыванием. В 50 образовательных учреждениях подведомственных управлений образования стартовала первая смена. На первой смене она у нас наиболее востребована. Это 2958 детей у нас отдыхают, занимаются в лагерях с дневным пребыванием. Если говорить о загородных оздоровительных лагерях, 1 числа у нас заехали три круглогодичных лагеря. Это Звездный, Антоновский, Уральский, Огонек. И межведомственные комиссии приняты все лагеря. И фактически у нас только в Северянку заезд состоится на этой неделе. Все остальные лагеря у нас начали летнюю оздоровительную кампанию. С большой радостью я смотрела программы, которые предлагаются нашим ребятам. Те условия, которые мы сумели создать за этот небольшой короткий период для тех лагерей, которые прошли расконсервацию, которые на зиму у нас закрываются. Создано очень много интересных новых форм работы. Программы очень насыщенные, содержательные. Центр организации отдыха и оздоровления закупил очень много спортивного оборудования, интересного оборудования, необычного. То есть ребятам будет чем заняться в наших загородных оздоровительных лагерях. Но вместе с тем обеспечены все необходимые условия безопасности. Это заключены договоры на охрану, оборудованы видеонаблюдения все лагеря у нас в этом году. В этом году мы обеспечили в каждом корпусе, в каждой комнате у нас рециркуляторы работают. То есть обеззараживание воздуха продолжается у нас. Акорицидная обработка проведена территорией наших лагерей. То есть созданы все условия для безопасного и содержательного отдыха наших детей. В системе образования за лето планируется оздоровить. То есть это лагеря, которые под ведомственным управлением образования. Это 8 лагерей нашего города, 4548 детей на здоровье. А смен сколько будет в этом году? 4 смены. 3 будут оздоровительные 21 день и 1 смена 14 дней. Формат отдыха разрешено или посещение детей родителями? Посещение родителями разрешено. На территорию лагеря нельзя, но дети имеют возможность встречаться с родителями за территорией лагеря. Для этого определенное место встречи оборудовано. То есть ребята и родители могут спокойно пообщаться. За территорией лагеря? Ну, возле ворот. Там есть специальные беседки. То есть это всегда, в принципе, было. И, по-моему, даже с советских времен, как мы еще отдыхали. Да, да. А пока дети отдыхают, взрослые все-таки трудятся. Ремонт и где, и что, в каком объеме производится. Ну, говорим неоднократно, что на контроле, конечно, крупные ремонтные работы, которые сейчас у нас ведутся. Это школа 23, завершение ремонта. Уже выходим на финишную прямую. Это благоустройство территории. Завершение внутренней отделки фактически уже подходит к концу. Оборудование для 23-й школы все куплено. Это очень современное оборудование. Купили мы в прошлом году это оборудование. Поэтому оно достаточно такое хорошее. И как только школу нам строители сдадут, тут же будет оборудование и мебель установлено. И к 1 сентября эту школу торжественно мы будем. Ребята пойдут уже в новую обновленную школу. У нас сейчас начался ремонт в 48-й школе. Это уже тоже репортаж был. Это демонтажные работы прежде всего есть. Сейчас обсуждаем дизайнерские решения по фасаду, по кровле здания. Какого цвета оно должно быть. Такой интересный процесс обсуждения идет сейчас с родительской общественностью, с архитектурой. То есть будет новая школа, совершенно обновленная. Эта школа участвует у нас в президентской программе. Это не просто ремонт школы, это создание условий для повышения качества образования. И в этой школе должны быть созданы центры детской активности, где будет работать советник по воспитанию. Это брендированное будет помещение, скажем так. То есть вот это новое, что требуется создать в данной школе. Кроме того, идет не просто замена оборудования и учебников и так далее, мебели. А это еще идет одновременно повышение квалификации учителей. Именно согласование всех образовательных программ. И мы на себя взяли обязательство не просто отремонтировать школу, чтобы все понимали. Не просто создать новые условия в этой школе, а еще и обязательство по повышению качества образования. То есть эффективность реализации данного проекта будет рассматриваться именно с этих позиций. Не только то, что создано, а как это работает. И как это работает на качество образования наших тагильчан. В политехнической гимназии предполагалось организовать уникальное образовательное пространство, как называют, кванториум. Да, это кванториум. Идет процесс, нет? Тоже к новому учебному году. Сейчас к первому сентября нового учебного года. Это проект, реализуемый вместе с Министерством образования Свердловской области. Город на себя берет обязательства по ремонту помещений. Эти помещения тоже не просто мы ремонтируем так, как мы хотим отремонтировать. Это все сохранение брендирования, которое для кванториумов применяется. Это все согласования пространств происходят с Министерством образования, с сетью кванториумов, которая создана в Свердловской области. А оборудование будет поставлено Министерством образования. То есть такой совместный проект. Сейчас ведутся ремонтные работы. Мы там были недавно, контролировали этот процесс. Там нужно было сделать новые окна, чтобы помещения стали соответствовать. Ну, то есть достаточно большая работа уже проведена. К первому сентября, я думаю, что подрядчики успеют завершить. И оборудование мы подключим, расставим. И тоже такая новая точка роста появится в нашем городе. Это будет единственный школьный кванториум в Свердловской области. Пока это вот такой инновационный проект, который реализует наша область именно в нашем городе. Давайте о ремонтах в детских садах скажем. На каком этапе? В 10-м детском саду есть слях процесс? Ну и 20-й тоже должны были вот-вот начать. Да. Десятые детские ясли у нас находятся на этапе завершения работ. Внутренние работы сейчас ведутся. Это облакоустройство тоже территории уже размечено и оборудование, в общем-то, закуплено. Закуплено оборудование со стороны детского сада, мебель, которая должна быть расставлена. Ну, тот же процесс, как в 23-й. Как только строители нам уже передадут и будет возможность устанавливать оборудование, в том числе там будет полностью заменен пищеблок, все прогулочные участки будут новые абсолютно, игровые зоны, то есть все будет по-новому оборудовано. И мы этот детский сад будем также принимать наших самых маленьких тагильчан, начиная с годика, а может даже и раньше, до трех лет, это ясли. И тоже планируем, что этот объект к дню города будет у нас сдан. А в 20-х, если наоборот, процесс только начался, идут демонтажные работы. Завтра с Валерием Георгиевичем Суровым мы туда выезжаем, на этот объект. Посмотрим, как там проводятся все мероприятия необходимые. Ребятишек мы оттуда вывели, педагогов вывели, родители все у нас знают, какие детские сады посещать будут. То есть, ну, ремонт этот на два года. То есть мы этот объект только начинаем, завершать будем в 23-м году. Так же летом, да? До декабря 23-го года. А уже просматривается, какой детский сад следующий будет? Детский сад. Ситуация с детскими садами здесь достаточно сложная, потому что это исключительное средство местного бюджета, область на ремонт детских садов. Пока нет такой программы, которая реализовалась бы. Мы знаем, что у нас пять проектов уже готовы, и даже прошли конкурсный отбор, и мы ждем строительства новых детских садов. Дело в том, что те детские сады, которые нужно капитально ремонтировать, они находятся еще в санитарных зонах, и получить экспертное заключение достаточно проблематично. Поэтому постепенно будем двигаться, пока 20-й детский сад ясли. Благодарю вас за участие в нашей программе. Мы общались с начальником управления образования Татьяной Удинцевой. Всего доброго. Оставайтесь на АТГИЛ-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин